Как стать офицером военно-воздушной академии и берут ли девочек в лётчики? На эти и многие другие вопросы школьников ответили представители военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина. Встреча прошла в первой школе и собрала несколько десятков будущих выпускников. Алина Вучейская продолжит. Встреча военных со школьниками началась в презентации военно-воздушной академии. Это единственный и системообразующий многопрофильный вуз ВВС России. Он осуществляет полную военно-специальную подготовку по 43 специальностям. Здесь сосредоточена подготовка офицерских кадров для военной авиации и войск радиоэлектронной борьбы, включая лётные и штурманские составы, офицеров боевого управления и многие другие. Представители академии рассказали выпускникам о том, как стать офицером военно-воздушных сил. Это мужская всё-таки профессия, мужская обязанность защиты Родины. Во-вторых, престиж армии сейчас не то что поднимается, постепенно поднимается. И находится на довольно-таки солидном уровне. Сравнивая даже, может быть, лет 10 назад, даже 5 лет назад, сейчас служить в армии престижно и достойно. И защита Родины, в общем-то, мужская обязанность. Тем, кто хочет связать своё будущее с военным делом, необходимо обратиться в отдел военкомата. Там пройти медкомиссию, на которой врачи примут решение о степени годности для поступления в военные учебные заведения. Затем будущим военным предстоит пройти профессиональный психологический отбор и сдать нормы физподготовки. При успешном прохождении этих этапов в военкомате скомплектуют личное дело, после чего направят его в приёмную комиссию военных учебных заведений. После этого, значит, из военных учебных заведений приходит нам вызов, вызов приходит. И, значит, мы ребят отправляем уже для поступления в эти высшие учебные заведения. Значит, выписываем воинско-перевозочные документы. Ребята добираются до учебных заведений совершенно бесплатно за счёт Министерства обороны Российской Федерации. И поэтому, значит, в общем-то, есть очень много преимуществ обучаться в высших военных учебных заведениях. Преимуществ действительно немало. На срок обучения курсанты содержатся на полном гособеспечении. Плюсом ко всему ежемесячное жалование в размере от 2 до 23 тысяч рублей в зависимости от успешности обучения. По окончании обучения выпускника Воздушной академии направят на службу в одну из воинских частей страны. Подать заявление о поступлении в выпускники школ должны до 1 апреля 2016 года.